Продолжение следует... И вторая часть. Когда я вытираю левую ногу, правую я освобождаю. Я вытираю правую, левую, делаю шаг правый. Вытираю правую и делаю шаг левый. И опять возвращаюсь. Дело в том, что обычно мы это делаем стопой. На ходулях приходится делать это бедром и коленом. Мне нужно приучить ногу и все тело по-другому это делать. Но в результате, когда я стою на этой ноге, я могу ее себя вытолкнуть. Получается немножечко через волну. Но толчок ногой является важной составной частью этого движения. И с него все начинается. Если бы я шел от корпуса, мне некуда выйти. Я должен себя сдвинуть. Это тоже довольно продвинутая техника, но она позволяет вам делать импульсивные движения. Еще одна маленькая добавка к первому уроку. Как находиться в покое. Есть два способа. Один способ балансировать. Я поставил ноги и жду, пока меня начнет выводить из равновесия. Это короткий вариант. Я двигался, двигался. И опять должен двигаться. И опять должен двигаться. Этот вариант хорош для пауз. Второй вариант, когда мне долго нужно находиться на одном месте и работать на вас. Происходит через изоляцию бедер. Ноги работают мелко-мелко-мелко. Я переступаю, но корпус остается в покое. Я могу делать какие-то плавные движения здесь. Ноги меня удерживают. Я могу это делать с закрытыми глазами. Или в маске. Или каким-то еще образом. И он практически нетребовательный по координации. Потому что я на самом деле все время балансирую только ногами. Я фактически делаю то же самое, что мы делаем, когда стоим стопами. Здесь работает нога целиком. Со временем это топтание минимизируется. И остается только маленькие-маленькие выступы. Если на вас висящий костюм, это движение незаметно. И считывается как колыхание ткани. И даже добавляет интерес. Главное здесь вытягивать корпус и изолировать его. Добиться, чтобы руки были максимально стабильны. Когда я двигаюсь, я могу делать шаги просто так. Я могу акцентировать тот момент, когда они начинаются и когда они заканчиваются. Тогда они становятся более яркими. Я могу делать махи. Я могу их акцентировать. Это очень важная штука, которую мало кто делает. И я очень вам рекомендую этим заняться. Продолжение следует... Продолжение следует...